Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радиоцентр Сангейс продолжает свои программы. Сегодня у нас среда. Время в городе Чикаго 9 часов утра. На восточном побережье Вашингтон, Нью-Йорк 10 часов утра. На западном побережье 7 часов утра. А в Москве в это время 5 часов дня. И сегодня у нас на связи с солнечной Майами и Элла Арбит, которая, так сказать, в творческом командировке, в творческой поездке находится в городе Майами. И сегодня у нас интересная тема, которую с Эллой просто необходимо по этому поводу поговорить. Дело в том, что извечный вопрос. Очень немногие люди понимают разницу между умом и между разумом. И вот мы сегодня хотим с Эллой поговорить об уме. Дело в том, что мы все какие-то вопросы, те какие-то проблемы, которые мы имеем в нашей жизни, они, как правило, у нас в голове. Мы их создаем сами. И вот, Элла, у меня к вам такой первый вопрос. Почему это происходит? Как это избежать создание вот этих проблем нами самими? Между прочим, реакция в голове. Создаются они не в голове. Но вопрос о создании... Здравствуйте, между прочим. Да. Во-первых, здравствуйте. На вздохе пошла уже отвечать, потому что в моем уме, между прочим, ничего не было, кроме, о боже мой, надо поправить это. Окей. Значит, стилистично говоря, доброе утро, здравия вам, не покоя, потому что покоя и не будет даже и снится. Иногда это даже не разрешено, когда нужно что-то быстро решить в своем уме, предметно говоря о себе. Я испытала в прошлой ночи бессонницу. Я была просто в квантумом каком-то облаке, где мне уже давно не разрешалось быть. То есть слово бессонница мои пациенты знали, я выписывала лекарства когда-то, я не всегда была умница, я шла по тому пути, где я немного раздваивалась, я немножко в медицине была, немножко с Богом. Да, я как раз хочу отметить тот факт, что, в общем-то, это для наших радиослушателей, кто еще не знаком с Элой Арбит, Элла является выпускницей колледжа интегральной медицины под руководством доктора Эндрю Уэлл. Ну, а это, так сказать, ее рабочая профессия, земная, будем так говорить, профессия, но мы сейчас говорим о более серьезных, более возвышенных материях, да, правильно? Это не профессия, это был путь, но признание мое быть учительницей. Я пришла на работу с Богом, это открылось в тот момент, когда я понятия не имела, что происходило в моей жизни, а, между прочим, хаос ведет к определению. Как оказалось, хаоса нет. И, между прочим, опять, хаос – это, между прочим, квантумная сила. Силы нужно изучать, я изучаю силы, я изучаю время, я изучаю любовь, я создаю с Богом метрально, я работаю в метральном клапане, допустим, сейчас с вами говорю, стою на силе своего метрального клапана. Это что, простите, означает? Да у нас в организме очень много сил. Профессионально я никогда это не изучала, только от Бога можно понять смысл вообще, то, о чем я говорю. Бог должен человеку объяснить эти вещи у каждого свои. Я открывала свои силы под эгидой любви, я очень сокровенно шла, я очень признательна Богу за свое здоровье, я ответственна за свою силу, иногда я теряюсь, но я нахожу, но потери – это следующий учебный момент для того, чтобы я передала другим людям. Я полноценно, в полном смысле, в здоровом смысле, я полноценно. Но опять, о чем я хочу сегодня говорить? Все-таки фактически у других еще этот путь продолжается. Мы пришли на землю изучать себя и никого другого. Но жить в согласии с другим – это тоже паритет какой-то, который мы выбирали, мы взрослые люди, я буду говорить с маленькими детьми. Многие не понимают вообще себя. Слово «кретинизм» выскочило сейчас из высшего разума, где себе позволяет так себя вести, между прочим. И, между прочим, почему они позволяют? То, что сейчас происходит в 21 веке, в 16 году – это очень сильный год. Оттуда оно и идет, между прочим, все, что происходит и от высшего разума. Как же это все сочетается? Это часть творения. Если кто-то думает, что в жизни у нас нет ублюдков, или мы не должны быть более рациональны, менее доходчивы для кого-то, или менее признательны, или соответствующие себе, это очень сильный год, где мы все это расчленяем. 20-й год еще будет сильнее, более сопряженный со всеми силами. То есть, пожалуйста, я открываю школу о здоровье, о которой меня просят сверху. Я понятия не знала, что это будет такой план, хотя меня плавно вели к этому. Школа здоровья, где нужно оговаривать все эти мистические моменты. А они являются не прямые моменты. Здесь линия не работает, здесь нету правил. Хаотичность – это и есть признак внимания Бога к дам, где он пытается быстро совокупить все осмысленные, неосмысленные, деловые, неделовые, сильные, несильные, квантовые моменты. В которых мы должны себя находить. Квантум – это сильный путь, очень быстрый путь. За секунды можно восстановить все. То есть, граничить с умом в принципе не нужно. Нужно клинически быстро восстанавливать здоровье у людей. Секунды берегут нас. Время всегда берегло умных людей. Давайте немножко зайдем в время. В квантом смысле оно расчленяет себя. Оттуда я строю материю, происходящую со мной. Я лечу на уровне материи уже и не буду бояться говорить об этом. Хотя часть меня замирает об этом ужасе, красоте, которое я даже не знаю, как объяснить мне себя. Оно создает само себя. Нет. Бог мне помогает. Бог мне дает абсолютно все, чтобы это совершилось. Он, в принципе, меня и брал, когда на работу. Он пришел одно количество лет назад и сказал, я тебе дам абсолютно все. И никакого греха у меня будет. Ты смогла, ты сможешь. И мы уже знаем, чем это закончится. Мне заранее сказали. Мы уже знаем. Оно уже описано. Мой путь уже был описан. Эного количества людей, осмысленных людей, они понятны. Можно заранее сказать человеку. Нужно. Это меня несло немножечко. Это понятие, что да, мы уже знаем. Но доверие было в мое внутреннее встроено в меня. Я шла по матрице. То есть уникальности не было. Если так уже расчленять эти понятия. Давайте уже говорить не о злобе дня. Давайте говорить о том, что уникальное то, что он присутствует. Зависимы мы от него. Абсолютно зависимы. Мы хотим быть правильными людьми. Нам необходимо быть правильными людьми. Для чего это нужно? Потому что геном и матрица сочетаются. Полноценный путь, когда тебя несут по этому пути. Как несут геном матрица? Все остальное слагаемое. Слагаемое в зависимости от того, где человек стоит, кто с ним живет, откуда он пришел, зачем он дышит на этом свете, как он дышит правильно. Много чего. Об этом тоже нельзя долго думать. Оно сочетается с квантумом. Квантум — это нервы. Прикосновение к вам. Бог может прикоснуться к вам и дать вам код. Я уже это делаю. Я передаю коды от своей ладони. От мизинцы. От одной клетки я могу передать код. То есть, что, в общем-то, вы делаете, как вы обучаете ваших студентов, это вы с ними работаете индивидуально, даете им эти коды, и, соответственным образом, человек начинает уже что, думать по-другому? Или он, значит, становится на путь правильного, так скажем, познания мира? Смотрите, я не напрягаю себя и не оглашаю человеку, о чем нужно знать. Человек должен верить в то, что Господь Бог его ведет. Для этого человека Бог... Это принадлежит не передачам, это принадлежит нашим семинарам. Тут же остановил Бог. Как верой, его признательностью к нам, в зависимости от того, как мы открываемся, ему, это сочетание его с ними, я просто оказываю помощь. Где-то год назад я создала компанию, называющую себя Divine Support. Если словесно, я помогаю вниманием и работой на матрице. То есть, геном ведет человека после этого, и это очень красивый путь. Если уже человеку дали геном, только 13% населения имеют геномы. То есть, не сомы, только 13%, остальные мучаются. То есть, получается, таким образом, как бы вы строите такую базу, плацдарм, да? Она построена до нас. Ну, понятно, но вы даете человеку вот такой толчок, да? Он должен, у каждого есть эта база. Это много можно говорить. Надо просто кротко сейчас быстро понять. У каждого есть эта база, я принесла свою базу. И рассчитывала, что я смогу это принести, я себе дала возможность ее принести. Бог дает все, я не даю. Я создаю условия для этого человека, чтобы он нашел себя, внутри себя, ключи только внутри себя. Я не имею права главствовать этим человеком. Я не имею права. Поэтому психологи не добиваются в конкретном смысле ничего. Убегают от себя, дают таблетки, таблетки вообще разбивают полностью организм, потому что мы работаем на времени. То есть, это не работает, это уже доказано, это уже смертельные случаи. Я не буду брониться на медицину. Я не буду этим заниматься. Есть способ найти себя испокон веков. Между прочим, мне Бог сказал, 16 веков назад мы умели делать то, что я пришла опять преподнести людям. 16 веков назад люди умели быть в себе больше. То есть, сочетались с раем. Я живу в раю на земле. Ну, действительно, на самом деле есть же такая поговорка о том, что новое – это хорошо забытое, старое. Другой вопрос – насколько это старое забытое и как его найти. Действительно, и люди умели, и знали очень и очень много. Потом это все каким-то образом забылось. И вот сейчас время, время учителей. Мы живем в эпоху Водолея. И эта эпоха – это эра знаний. Ну, соответственным образом нам и интернет нам несет какое-то, можно сказать, знание. Во всяком случае, мы с вами беседуем здесь по интернету. И, естественно, учителя, они приходят. Они, ну, ченнелинг – есть у нас такой термин. То есть, через них нам дается знание. Это просто учет того, что возможно. Я давно уже этот путь прошла. Это изучение того, что ты не успеешь дойти. Жизнь – краткая вещь. Для того, чтобы найти это все сразу, нужно рассчитывать на создание. Учителя не должны учить много. Практика должна быть моментально, секунды. Мгновения создаются в ритме Бога. Бог создал все за семь дней. Рассчитывать на это, я, между прочим, часто опиралась на эти мысли, когда и Бог рассчитывал, что если я заблудилась немножко, я пойму сама, сама вернусь назад. Но мне разрешено было, потому что, во-первых, меня предупредили, ты никогда не упадешь на этом пути. Мы всегда тебя поддержим. Это высший разум со мной договорился об условиях. Все было создано в пять раз лучше. Я оказалась очень энергетически правильным человеком. Я создала в пять раз лучшие условия для себя лично, для своей семьи лично, для того, чтобы у них, чтобы все правильно сохранил свою жизнь, жизнь детей. Моя мать осталась жива, моему отцу только добавили 15 лет на днях. Он сделал только недавно 4 патента, ему за 80 уже. Это не лишние патенты, это помогут человечеству. То есть добро, добро, добро приходит, настоящее добро постоянно льется. Постоянная река любви протекает не от знаний, а от заключения этого смысла. Смысл здоровья, смысл генетической отправки себя в правильный уровень. Корректно говоря, моя генетическая ДНК, вот эта вот моя духовная ДНК, помогла мне найти разум внутри себя быстрее, потому что, изучая медицину, уже на протяжении долгого времени, я знала, внутри у нас заключено. Мнений здесь не было, я должна была найти все, я развязала все эти лишние узлы. У меня были такие же генетические неправильные узлы, которые я должна была расчленить, найти и понять. Понятия, разумные, интеллектуальные, агрегатные понятия, это нужно изучать в школах. То есть, школы практические, прикладные, тут же высший разум стоит с человеком. Между прочим, в Майами первая партия людей, как говорится, начнется 31 июля. Я буду приносить новую радость людям. Здесь, в Майами, в Сани Айлс, 31 июля, утром мы начнем это воскресенье, начнем правильное отношение к этому моменту. Это будет какой-то семинар, презентация? В уютном размере есть возможность или одну или две группы даже сделать в этот день. Но чехарды сейчас не должно быть, потому что Бог не хочет даже связывать меня с этой мыслью, а не откроет. Если судьба людей повернется в правильную сторону, оно состоится. Нет, у меня есть достаточно знаний, и я буду писать книгу. То есть я не стремлюсь уговаривать никого прийти в этот момент, найти себя. Даже вам скажу, чисто говоря, мало достоинства людей в этом году. Я даю аванс людям. Если люди хотят, и какая-то синхронность у них появится, потому что я дорого стою. Я не хочу свое время транжирить на тех, которые не умеют, и которые не хотят. Влиять я не буду ни на кого, я не имею права, геномы не влияют, я стою на очень сильной основе, я не имею права на беспорядочность своей судьбе, и особенно делать что-то неправильное для других людей. Этот момент просто не состоится. То есть Бог влияет на ситуацию. Я открыла дверь, но не свой разум. Я не буду своим разумом владеть. Если Бог увидит потенциал в людях, если кому-то нужно будет, нет, я замру опять, наверное, количество дней. Он сказал. Опять будет новый виток. Принцип какой? Кому удалось поймать эту мысль, тот и придет. Почему? Это тот, кто умеет себя уже хранить. Значит, у них есть матрица уже, которая рабочая. 40% имеют матрицы. Они не все правильные, не все по достоинству с ними работают, но хоть что-то их несет. Они какие-то нравственно правильные у себя люди, у себя. То есть 40% всего имеют право на подспорье от Бога. Имеют право, то есть как дать всем права. Вот эта школа должна дать всем права. Поэтому Бог считает своим долгом подождать, чтобы не было таких вот вольных раскопок. Ой, я стала умнее других. Этого нельзя. Это очень категорический путь. Нельзя этого делать. Я бы посоветовала людям так. Если вам понравилась эта тематика, расскажите другому. Может быть, будьте убедительны. Если у вас разум какой-то появился, и вы способные люди, приведите ради Бога людей, тогда уже какая-то поддержка будет этого центрального, этого человека. Тогда помощь будет. Всегда так работало. Контингенция людей разная. Но кто-то должен быть умнее, кто-то более способный. Но как-то соберитесь и поймите суть, что Бог требует уже какой-то покорности, какой-то значимости от себя. Хватит рвать свои души. Или просите его о бесполезном. Как он может дать? Но в наше время сложнее, чтобы нас повернуть и вернуть на столько веков назад в правильном смысле этого века. Да неужели вы думаете, это так просто? Не боритесь уже. Прекратите. Просто дайте возможность Богу сказать свое «я тоже». Он имеет право на текст. Понятно. Элла, у нас с вами по расписанию такие, это не первая программа наша такая. Она по формату небольшая. И у нас будет продолжаться несколько еще таких будет программ до вашего приезда. Но вы совсем скоро приезжаете в Чикаго, потому что программы у нас все записываются. Они выкладываются в социальные сети. Они выкладываются в YouTube, Facebook. Соответственным образом все могут и увидеть, если есть изображение. Ну, как минимум услышать. Вот эта программа записывается, она будет выложена, и люди услышат, и могут задать вопросы, естественно. Вот в Майами вы делаете в конце июля, вы сказали, а когда вы сделаете, когда вы приезжаете, во-первых, в Чикаго, и когда, ну вот мы с вами встретимся уже, так сказать, вживую, не в аудиоформате, а в формате какой-то презентации, лайф-эвент, вот то, что мы здесь делаем в центре Сан-Гейтс. На Чикаго у меня нет разрешения. Чикаго имела меня три года. Бог призывал, кто откликнулся, то получил все, что полезно было тогда. Я открываю Майами, и Майами будет центральным местом, куда и полезно Чикаго прилететь, Нью-Йорку, за границей. Это план, я вам уже открываю план на будущее. Майами – это тот центральный город, который по плану уже следующий после Чикаго. Чикаго был город Вознесения, там было очень много радиостанций, на которых я выступала. Вознеслись, торжествовать они должны уже в Майами. Ребята, вы должны не ждать, что я перегну свои пути. Нет, этого не будет. То есть, мельком не глядите на меня в Чикаго. Я обязана здесь быть, я обещала Богу. Следующий город – это Майами, центральный город. Условия прекраснейшие. В любую погоду здесь всегда хорошо, немножко жарче, немножко влажнее, но это прекраснейший город. Я черноморская душа. Я люблю здесь быть. Так что, пожалуйста, не кричите, рятуйте, приезжайте. Постоянство должно быть. То есть, на Майами будет один график, на другие города у отца есть план, как это будет. Может быть, не два часа в день, а четыре, пять, шесть часов в день. Но каждые три месяца еще говорим на эту тему. Но не забегая вперед, я хочу вам сказать такую вещь. Ахают от меня абсолютно все. Принцип работает, безусловно, еще не только у злых, неподготовленных отправляли назад людей. И то, я уже не помню, последний раз, когда была какая-то осечка. В принципе, уже осечек нет. Но город очень радостный в Майами. Прекрасный город. Творить здесь запросто. Отдыхайте, прилетайте. Может быть, на одном самолете прилетим из Чикаго. Ну да, почему бы и нет. Элла, спасибо вам большое. Как всегда, интересно и познавательно. Ну, повторяю, дорогие друзья, наши радиослушатели, видеозрители, мы будем встречаться с Эллой Арбит, естественно, еще. И будем продолжать наши программы, потому что, действительно, тема очень важная. И это то, что в наших головах, это то, что мы, так сказать, что мы едим, и как мы думаем. От этого зависит наше физическое здоровье. В первую очередь, от этого зависит наше и эмоциональное настроение, и очень и очень много другого, потому что, ну, поведение в обществе, в быту, в социуме, в семье, это все очень и очень связано. Элла, я вас благодарю за ваше время, то, что вы уделили нам интернет-радио центра Сангейтс. Это тройное W sungatesradio.com. Вы можете с нами связаться, если вы подключите скайп, наш контакт. Это sungates108. Это также телефон в пределах Соединенных Штатов. Очень просто позвонить. Это 847-226-9956. Пожалуйста, ваши замечания, ваши какие-то пожелания, ну, и ваши, естественно, вопросы к Элли Арбит, к центру Сангейтс. Меня зовут Майкл Мелехов, я руководитель центра, и я очень рад нашим встречам с Элли Арбит, спасибо вам большое. Ну, и, так сказать, скорого возвращения в родные пенаты город Чикаго. Я надеюсь, все-таки с вами встретится в ближайшее будущее. Скоро, но единственное, что Бог меня попросил заметить, что все зависит от любви, даже не от достоинства. Если у человека есть стремление к любви, и по меньшей мере у всех это должно быть, она просто, может быть, где-то расстаяла в каком-то другом моменте, любовь приведет центральную нервную систему в покой за секунды. Помните, что это возможно, не убегайте. Ну, любовь спасет мир, это мы знаем, это действительно так. Любовь, конечно, бывает разная, но мы сейчас говорим о высшем проявлении такого чувства, которое спасает не только мир, оно спасает, в общем-то, все живое и на всех планетах. Элла, еще раз спасибо вам большое и до новых встреч, всего вам доброго. До свидания, я предана вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова